Тема прямого эфира можно не крепить, потому что будет короткий эфир. В Директ неоднократно приходило сообщение с вопросом, а как начать зарабатывать? Бизнес есть, все выстроено, все отстроено. А как начать на этом зарабатывать? Потому что, допустим, на сегодняшний день в рамках ПБ у нас, так сказать, это подразделение, ответвление инфобизнеса, да? И вот инфобизнес заходит на разном этапе. Кто-то приходит уже с чем-то, а кто-то приходит, чтобы только начинать организовать. И, естественно, какие проблемы, как у всех предпринимателей, какие проблемы, как организовать, какие нужны документы, как найти помещение, если речь про онлайн, как определиться с хостингом, кто должен делать сайт, это должен быть сайт, или это достаточно инстамагазина, и так далее, и так далее. У всех множество технических вопросов, да? И многим кажется, что бизнес это и есть вот это, да, вот это вот техническое составляющее. Ну, скажем так, не техническое составляющее, а, как сказать, организация, организация места, в котором можно будет приобретать продукт, продукцию, услуги и так далее. И у кого-то это онлайн, у кого-то это оффлайн, у кого-то это инфа, у кого-то это услуги, у кого-то производство, у кого-то товарка. И вот кажется, что на этом бизнес и заканчивается, да, то есть вот он, собственно, бизнес есть. Когда разговариваешь с предпринимателями, особенно с девушками, которые не очень понимают, да, когда говоришь про мужчин, про парней, они говорят, у него есть бизнес? И когда задаешь вопрос, какой? Ну, он там что-то производит, там окна, двери, неважно что-то, да, там или у него есть бизнес, у него есть магазины, и хочется спросить, блин, да это все фигня, вот хочется объяснить, да фигня, что у него есть, что он на этом зарабатывает, если там прибыль, если тебя интересует мужчина, у которого есть бизнес, тебя должно интересовать не только, что он делает, но и есть ли у него на этом прибыль, да. Ну и, соответственно, переходим уже к теме о предпринимателях. Предпринимателя самого должно интересовать не только производство, добрый день, да, не только производство, не только то место, где можно получить услугу, купить ваш продукт, а и есть ли там прибыль. Бизнес – это организация процессов, приводящих к прибылям. Само производство – это еще не залог прибыли. Точно так же сегодня в сториз был вопрос, какую рекламу нужно запустить, какую и где нужно запустить рекламу для того, чтобы увеличить продажу, по-моему, такой был вопрос, да. И еще раз говорю, реклама не увеличивает продажи, не таргетированная, не блогерская, не в СМИ не увеличивает продажи. Рекламой вы можете только лишь… Два действия, да, не два действия. Добиться двух результатов – это увеличение трафика и увеличение узнаваемости, так называемой. Цель рекламы – трафик и узнаваемость. Продажами реклама не занимается, и реклама – это не равно большие продажи. Реклама – это равно какой-то процент трафика. И еще здесь вопрос нужно задать, да, какой подходящий ли, нужен ли вам именно вот такой сегмент аудитории, который идет с данного вида рекламы, либо из этого канала, где вы, собственно, размещаете свою рекламу. Так вот, почему одни зарабатывают на том, что у них есть, а другие не зарабатывают? Ну, или зарабатывают там катастрофически мало. Почему? Потому что кто-то не понимает, какой процесс напрямую влияет на увеличение прибыли, или хотя бы на извлечение хоть какой-то прибыли. Да, кажется, что производство, а я называю производством все, то есть вот организация магазина, интернет – не важно, оффлайн, онлайн – вообще не важно, да, организация магазина, либо точки какой-то – это и есть производство, да, даже инфопродукт, вот выгрузить из себя материал, переложить его в видео, в текстовый формат, как угодно – это тоже производство. Так вот, производство – это еще не бизнес. Сделать продукт, сделать канал продаж, сделать канал коммуникации – это еще не бизнес. Бизнес начинается тогда, когда идут заказы, заявки, и тогда, когда, ну, вы, собственно, извлекаете прибыль, да, и желательно, чтобы прибыль была планируемой, да, запланированной, в том объеме, в котором вы запланировали, чтобы прибыль приходила. Ну, и, естественно, да, прибыль нужно прогнозировать, и объем нужно, обороты прогнозировать. Когда кто-то со мной в посте каком-то, я забанила эту женщину, потому что она стала там, ну, прям хамить открыто. Да, не скрою, я часто хамлю первая, потому что я такая издержанная, но это мой блок, да, я здесь хамлю тем, кто пытается там выразить свою экспертность в том, в чем экспертом не является. Так вот, когда одна женщина говорит, что пофигу ваши расчеты, расчеты ничего не значат, потому что вы никогда не знаете, придут к вам люди или не придут. Так вот, это большое горе, что себя бизнесменами и предпринимателями называют люди, которые не знают, ориентируются на то, сколько людей придут и придут ли они. Это большое горе, большая беда, это несчастье для бизнес-среды. Бизнес – это запланированное мероприятие. И прибыль – это запланированные цифры и запланированные действия, приводящие к конкретно прописанной прибыли. И никак не люди пришли, взяли, да, и мы констатируем факт, что месяц был фиговым, да, или день был плохим, или почему-то не берут, или у людей кризис и так далее. Да, ведь оправдание можно найти себе сколько угодно много и любого уровня и качества. Почему не зарабатывают? Потому что для того, чтобы понять, почему ты конкретно не зарабатываешь, нужно сделать анализ. Ты почему не зарабатываешь? Конкретно ты. Мне искать, что мне сделать, чтобы больше зарабатывать? Да, реклама, научиться продажам, взять продажников, таргетологов, маркетологов, улучшить продукт, все, что угодно. Это все фигня. Это точно так же, что продолжать на ночь наедаться жареные картошки, да, с салом, и думать, какую биодобавку выпить, чтобы схуднуть, каким видом спорта заняться, чтобы не быть такой жирной, и так далее, и так далее. Для начала нужно исключить жареную картошку с салом на ночь, да, хотя бы на ночь, а потом уже думать, что добавлять. Так вот, для начала нужно найти вот это узкое место, которое, собственно, и, так сказать, обрывает цепочку заявки, цепочку трафик заявки, продажи, повторные продажи, в каком месте обрывается, да. Для того, чтобы найти, в каком месте обрывается, нужно знать, как искать, да. Есть целый алгоритм, длительный алгоритм, мы на курсе прибыльный бизнес этим, собственно, занимаемся. Так же, как и на интенсиве обнаженный инстабизнес, мы тоже занимаемся этим же, да. Сначала нужно найти, кстати, на ОИ, я добавлю блок, уже тоже со статистиками, как работать со статистиками, причем не лайки охватывают, не с этими статистиками, а с макростатистиками, как работать и как находить вот это самое узкое место, да. И его надо сначала расширить, скажем так, да. Проблема многих предпринимателей в том, что предприниматель начинает бросаться во все, везде понемножку, или везде помного, да, везде понемножку, и в итоге предприниматель удолбанный в хлам, да, предприниматель уставший, предприниматель постоянно при деле, предприниматель занят, а результата нет. То есть результат в бизнесе – это прибыль, да. Результата нет, либо он там очень маленький. А необходимо найти это место и фокусироваться на нем. Сначала отработать, проработать его, либо устранить, переписать бизнес-модель, чтобы этого места у вас не было. Если вы, допустим, не умеете с ним работать, его можно исключить. Допустим, вы не умеете работать с рекламой, исключите рекламу. Работайте по другому принципу, применяйте другие методы привлечения трафика, и они есть, и их много. Да, идеально работать плюс еще с рекламой, но если у вас не получается, к вам идет постоянно какой-то шлак из людей, которые не готовы платить, или которым все ваше дорого, вы не умеете работать с рекламой. Вы привлекаете не ту аудиторию. Чтобы понять ту, опять же, нужно знать, кто та, и каким образом вы привлекаете не ту. Перестать выполнять те действия, которые приводят не ту, а только потом изменять и привлекать уже ту. То есть изменять действия, чтобы привлекать ту аудиторию, которая будет готова платить, и которая будет не капец как дорого. Фокусировка на конкретном действии, на конкретном участке, фокусировка и отработка именно этого момента. До тех пор, пока там не увеличится числовое выражение, потому что любое действие можно перевести. Кстати, я обнаружила, что это у меня пипипка, это навигатор, ой, навигатор, регистратор, не знала. Так вот, любое действие, любой бизнес-процесс нужно оцифровывать. Оцифровывается не только стоимость кликов, количество, не знаю, там стоимость аренды, количество людей, количество продаж, средние чеки. Оцифровывается абсолютно все, да, на любой процесс, вернее, любой процесс можно и нужно переложить на цифры. Для того, чтобы работать на основе собранных данных, цифры по сравнению со средними цифрами норм или плохо, да, или цифры по сравнению с планом норм или плохо. И если плохо, тогда работать на улучшение, да, на увеличение, либо на снижение, если речь идет про издержки и расходы. Только таким образом можно зарабатывать выше, концентрироваться на том, что нужно сделать. Причем не просто быть усердным, а еще нужно же знать, как делать, да, в какое время, сколько раз и что считается, что считается результатом, который будет, который можно, опять же, видите, повторение, который можно будет считать достаточным. Да, вот здесь достаточно идем к следующему показателю, работаем с ним. Это точно так же, как в спортзале. Для того, чтобы, там, я не знаю, прокачать пресс, нужно для начала научиться делать это правильно. Да, правильно качать пресс, потому что сколько бы мы поднятий не делали, если мы не прижимаем поясницу к полу, условно, да, то у нас идет перераспределение нагрузки неправильно. И, соответственно, мы качаем не пресс, а мы нагружаем позвоночник. Так вот, в бизнесе тоже есть пресс и есть позвоночник. И если для выполнения определенной задачи увеличения или снижения какого-то цифрового выражения нужно нагружать пресс, нужно понять, что будет прессом и как правильно прижимать эту поясницу и не нагружать позвоночник. Имеется в виду бюджет или, я не знаю, там, свои временные затраты или, как многие, допустим, тот же инфа уходит в то, что главное написать урок, да, уроки, написать, а люди его будут покупать. Так вот, ни хрена не будут. Написанные уроки – это еще не продажи. Написанные уроки – это, ну, у тебя есть продукт, да, он, собственно, упакован. Упакованный продукт не продаст сам себя. Даже если ты сделаешь лендинг и даже если ты поведешь трафик, не продаст. Потому что продажи – это система, в которой нужно увязать все процессы, не только их сделать, а их еще нужно увязать последовательно, чтобы вытекали друг из друга. Вот таким вот образом. Поэтому, почему одни, вот тоже часто задают вопрос, да, а какое сейчас направление самое прибыльное? Любое направление можно сделать суперприбыльным и любое направление можно сделать просто жестью, которое выносит вам мозги, вытрепывает вам нервы, и вы просто больше не хотите этим дерьмом заниматься и никому не порекомендуете. И в вашей же нише, с вашими же ресурсами, с вашими же возможностями другой человек будет зарабатывать и получать прибыль. И расти, потому что бизнес – это еще про то, чтобы регулярно, первое, что нужно организовать, начать получать запланированную прибыль. Можно регулярно получать эту прибыль и стабильно прирастать, да, запланировать процент прироста, не процент прироста, а в соответствии с планом роста, запланировать прирост и прирастать. И дальше увеличивать, да, только дальше, только потом можно масштабироваться. Масштабировать херню, простите, нет смысла, чтобы что-то масштабировать, нужно это сначала выстроить, да, оно должно работать как механизм, и только потом нужно масштабировать. И вот один сможет масштабировать, да, потому что правильно работал. И тоже такой вопрос, тоже часто, а как понять, как правильно? Не поймешь, либо опыт, да, ты набираешься сам опыта в течение какого-то времени, либо ты берешь кого-то к себе, не знаю, в партнерство, в найм, как угодно, ты берешь кого-то, у кого уже этот опыт есть тебе, ты не будешь этим заниматься сам, да. Либо ты покупаешь этот опыт, и можно купить его у того, кто войдет в твой бизнес в качестве наемного работника, либо там, допустим, консалтера, либо ты сам его приобретаешь. А, еще есть возможность, да, конечно, пройти обучающую, допустим, обучающую какую-то программу. Я вообще не понимаю, когда люди экономят, жалеют, говорят, что тоже вчера у нас менеджер по продажам, у меня же есть, да, и у нас остался с ними, естественно, чат. И девушка мне скидывает переписку, говорит, безбожно, сливаю, помогите, не могу понять, сложный продукт продает. Вот, и там продажи, это моя подруга, кстати, ее бизнес, она занимается, вы знаете, да, Лена, она часто у меня бывала на эфире, у нее, она сделала школу по цветочному бизнесу, причем не для флористов, а для владельцев магазина. У нее глубочайшая экспертность в этом направлении, и она один из лучших спецов на рынке по этому направлению. И вот один из моих менеджеров пошел к ней работать, говорит, я не могу продать, ну, у меня не получается, сложная инфа продавать, это один из самых сложных продуктов. Так вот, там интересная тема, девушка хочет открыть интересная переписка, да, девушка хочет открыть, ну, естественно, цветочный магазин, да, и у нее есть некий бюджет, и курс дорогой, да. А там последовательная схема с документами, так же, как у меня, да, Лена тоже проходила у меня обучение, последовательная схема пошаговая, которую нужно просто брать и выполнять, да. И ты, у тебя есть все документы на руках, у тебя есть все алгоритмы, у тебя есть шаблон, у тебя все-все остается. Собственно, ты не учишься, а ты делаешь, вот, почему я говорю про Лену спокойно и открыто, потому что у нее тоже ее программа направлена на то, чтобы делать, а не учиться, да. Я терпеть не могу, вот это вот, когда нужно учиться, изучать какую-то теорию, которую потом не знаешь, как переложить. И там девушка говорит, у меня есть вот такой-то бюджет, да, или она так не говорила, или мы раньше видели такую переписку. Есть бюджет, и вот из этого бюджета стоимость курса составляет весомую часть, да, ой, я не готова. То есть, слить весь бюджет на бестолковые действия, на абсолютно нерезультативные какие-то действия, это не страшно, а заплатить страшно. Вот тут меня, тут меня вот немножко так, меня вот это вот как-то недоумевает, потому что в основном ко мне приходит уже действующая коммерс, у меня на самом деле мало стартапов учится, да, потому что они меня слушают. Я так понимаю, что не все понятно, поэтому не очень хочется, да, чувствовать себя не очень умным человеком в нашем кругу взрослых, да, зубров. Когда приходит стартап, и он сразу понимает, что зачем нужно делать, самое важное, он определяет на самом начале, ему сюда стоит идти складывать вот эти бюджеты или не стоит. По-моему, это самое важное, что о чем мечтает или мечтал бы уже действующий коммерс на сегодняшний день, да, когда он влез во что-то, и он делает, вгружено бюджет, вгружено время, силы, уже все знают, что это там производитель окон, и никто не знает, что это вообще там какой-то, ну, беспонтовый производитель окон, да, ну, ты уже не можешь никому сказать, что у меня нет там прибыли, но нет, нет, прибыли, да, и он говорит, если бы я знал про это два года назад, я бы просто туда не полез, да, я бы там не знаю что, вывозил людей. В Карелию на рыбалку чувствовал бы себя шикарно. Вот, действующий коммерс это, конечно, понимает, новичок, к сожалению, не понимает, и еще тоже тут разные же коммерсы есть, да, кто-то зарабатывает хорошо и хочет еще больше, и готов этим заниматься пока все хорошо, да, пока есть силы, пока есть ресурс, пока текучку рутину можно делегировать, а кто-то приходит только тогда, когда почки отказали, да, собственно, когда уже все фигово, и нет ресурсов, и нет денег, и нет возможностей и знаний, и страх, и страх сделать еще хуже, да, страх все испортить. Вот, поэтому для того, чтобы зарабатывать, все-таки, все-таки определить то место, которое не позволяет, и это вполне может быть неправильно прописанная выбранная бизнес-модель, может быть неправильно выстроен какой-то бизнес-процесс всего-навсего, и его нужно, до него нужно добраться, скажем так, провалиться в проблематику, да, провалиться в проблематику, да, провалиться в проблематику, и ее докрутить. Можно опытным путем, самому, самостоятельно, вполне легко, да, у меня на ютубе много видео на эту тему, у меня в IGTV много видео на эту тему, постоянно пишу, отвечаю в сторис на вопросы, отвечаю в прямых эфирах на эти вопросы, можно самому, а можно сократить вот этот вот, знаете как, купить время, да, кстати, можно купить время, да, кстати, прекрасно. Так, я знаю, что я нифига не знаю, я будущий стартап, но мне не стыдно, кондитерка, я сейчас, в принципе, мне надо было бы немножко, заправиться, потому что мы остались почти без топлива. Тоже еду, говорит, в машине, вывел звук через AUX, жесть, как в кинотеатре, кайфую от звука Порша, кайфую от звука, я тоже кайфую от звука Поршенка. Сейчас я попробую, пусти меня, пожалуйста, хороший, я, спасибо, и ты меня пусти, пожалуйста, у Финити, спасибо, и ты пусти меня, большая машина. Вот, так, я еду в какой-то жесткой, жесткой жести. Предприниматель должен ли быть экспертом своего продукта, услуги? Не всегда, предприниматель не всегда. Хороший вопрос, между прочим. Сейчас отвечу. Предприниматель должен уметь организовывать бизнес-процессы. Предприниматель – это не тот, кто, допустим, там, в совершенстве знает там про свои окна всё, да? Или предприниматель – это не тот, кто… Нет, это тот, кто, так бывает, люди ошибаются, что предприниматель, у которого там условно занимается услугой электромонтажа, он должен в совершенстве знать про электромонтаж всё. Нет, если он знает, это очень круто, да, но если он умеет налаживать процесс привлечения клиентов, сбора заявок, отработки, заключения договора, да, обслуживания, он умеет привлечь команду на выполнение этого, этой услуги, он умеет развивать клиента, да, он умеет управлять продажниками, управлять своими технарями, этого достаточно. Но предприниматель может в совершенстве знать электромонтаж, да, знать всё, но не умеет на этом зарабатывать. Предприниматель – это тот, кто знает, как на этом заработать, да, умеет на этом заработать, а не тот, кто знает свой продукт. Если вы знаете свой продукт, это круто, но этого недостаточно. Я бы даже не сказала, что это необходимо, да, для того, чтобы зарабатывать. ничего не могу слушать когда что успела уже в эфире оль я тебе додиктовала и сразу побежала потому что я я вовремя приехала пробка была жесткая на карте но вот видишь я уже приехала виснет виснет да перезапустите так так мотиватор терминатор классно в очках а видно куда едем до юля где училась вождению и ты бы хорошо водить чтобы хорошо водить нужен профессиональный учитель а-ля формула не знаю я вожу просто сколько лет сколько я предприниматель я в первый год нет на второй год получается 15 лет у меня стаж водительский я постоянно за рулем не могу сказать что я очень хорошо вожу я умею доехать из точки а в точку б и вообще не эксперт и у меня реакция быстрая как бы и все все больше ничего нету у меня особенного в моем вождении и вожу вообще как как любая девушка куда еду мне надо поворачивать туда знаете как это если с третьего ряда да поворачивать с пятого ряда поворачивать налево да через двойную сплошную да потому что там в эту аль это вот что-то такое про меня я могу даже не видеть вот эту двойную сплошную и даже не подозревать что там нельзя было если взять любой продукт и ничего о нем не знать реально построить бизнес ну ничего не знать у вас не получится потому что для того чтобы сейчас попью водички не такая огромная бутылка не за откуда она у меня с дороги наверное вам придется изучить продукт для того чтобы понимать целевку сегментировать целевку для того чтобы работать с той целевкой которая позволит вам зарабатывать да они только работы да и удалбливаться вам придется изучить продукт для того чтобы с ним правильно работать да для того чтобы выстраивать товарную линейку ну либо линейку услуг либо работать с матрицами вам нужно будет изучить только вот лишь для этого знать в совершенстве глубоко я бы не сказала что всем нужно это хорошо если вы знаете если у вас получается если нет то без этого тоже можно жить знать свой продукт нужно с позиции что вы продаете что и кому вы продаете и как это продавать пропустите так я понимаю что лучше в обучение бизнесу вложить чем потом слить весь бюджет но не все это понимают да на самом деле не все это понимают очень часто кажется да это так же как например это так же как здоровье да у нас есть нет такой культуры поддерживая свое здоровье изначально правильно питаться изначально там что-то делать правильно у нас есть культура лечиться мы лечимся мы постоянно лечим что-то да и основной вопрос помогает ли дать и помогли витамины когда ты пьешь витамины там для профилактики в смысле ты это занимаешься или и что сделать с собой чтобы лучше выглядеть надо было десять лет назад уже что-то начинать делать для профилактики до чтобы ну как-то сохранить себя и чтобы уже к сорока ты не не выглядела там как бабушка мне чтобы тебе не стыдно было прийти в школу на встречу с выпускниками надо было десять лет назад то есть но понимать что делать и уже начинать делать точно так же и в бизнесе либо ты изначально знаешь что делать да и делаешь правильно и своевременно это что нужно и либо ты потом идешь лечиться как бы две крайности которая вполне себе присутствует я могу сказать что когда в бизнесе приходится лечиться это стоит дороже всегда стоит дороже я как человек который периодически подлечивает кого-то да не периодически постоянно кого-то подлечивает я могу сказать что это стоит в итоге это выходит сильно дороже и причем одно дело когда ты в начале понимаешь что жрать как у не надо не надо там пить и кушать как у спать с какой в скаке, там, с каками под боком, да, и ты это не делаешь, таким образом ты вот продлеваешь вот эту возможность зарабатывать, либо ты влезаешь, я не знаю, там, мгновенно что-то делаешь и потом выходишь, тоже зависит же от стратегии, потому что кто-то заходит бизнесом заниматься, чтобы заниматься и постоянно вынимать от этого прибыль, а кто-то заходит в бизнес, чтобы его создать, вот сорвать, куш, скажем так, да, сорвать сливки, а потом его бросить и идти что-то следующее создавать. И есть разные бизнесы, которые, например, в которые, скажем так, и существуют для того, чтобы там сорвать денег один раз и выйти оттуда, а есть бизнесы, которые ты создаешь, и ты постоянно оттуда там, ну, скажем так, вот по зернышку берешь, 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 берешь. И тоже большая проблема, когда предприниматель заходит в какую-то нишу, вкладывая деньги, вкладывая время, с расчетом, что он будет там постоянно-постоянно работать, а там невозможно, там можно было зайти, вырвать этот кусок и его сразу перераспределить в другое направление, потому что больше там не возьмешь, да, это тема вот этих трендовых там светящихся кроссовок, гироскутеров, спиннеров, смарт-часов и так далее. Это тема, которая не будет популярна вот на пике всегда. Там будет какой-то спрос, да, но он не будет, он не будет больше таким, как был. И поэтому тоже нужно понимать, на каком этапе жизнедеятельности этот продукт, да, и на каком этапе покупательского спроса вы пытаетесь зайти в нишу. Это тоже нужно анализировать, это очень важно. Поэтому вы будете ориентироваться на того, кто собрал, там, я не знаю, внезапно заработал себе и купил остров, и вы идете туда же, и вы не то что остров, вы хлеба не можете себе купить, хотя, казалось бы, вы занимаетесь одним и тем же, потому что вы зашли не тогда и не туда. То есть ли в одном бизнесе несколько целевок, каждое действие рассчитывать под определенную целевку? Ну, конечно, конечно, нельзя так гнать и не сигналить. Не могу, не могу применить, не могу применить, не получается. Здравствуйте, как можно продавать театральные постановки и шоу программы в детские сады? Скорее вы продаете не в детские сады, а скорее вы продаете для родителей, потому что детским садам это, ну, скорее всего, нафиг не нужно. Думаю, что вы продаете родителям. Вам нужно определиться с целевкой, какие родители готовы за это платить, да, или если сады, то какие сады, скорее всего, речь о коммерческих садах. Как продавать, определить их, здесь не про потребность даже речь будет идти, и определить их возможности, что они могут получить, да, и, возможно, если это коммерческие сады, то, возможно, это хорошие отзывы, которые, благодаря которым, да, и, возможно, это крутые, крутой материал там на сайт, в промо, куда возможно. Это я сейчас просто теоретизирую, не изучала, в этом плане не изучала. И они смогут привлечь других родителей, да, которые будут понимать, что здесь детям будет круто, что здесь разнообразная программа, вот, как-то так. Не знаю, целевки, не знаю, в чем заключается смысл, вообще не знаю, зачем садам покупать театрализованные какие-то, по-моему, вообще не понимаю, чтобы родители складывались, и это детям было вместо каких-то киношек, как было когда-то. Может быть, если так, если вы продаете это, то вам нужно заходить через родительский комитет, там с кем-то договариваться, да, с кем-то договариваться про откат, либо с кем-то договариваться про другое что-то. Там много вариантов, может быть. Юля, вот сейчас я занимаюсь созданием украшений, но понимаю, что это путь в никуда. Записалась на ОИИ, но я элементарно не справляюсь создавать и продавать, и вести профиль. Имеет ли смысл заняться перья? Перепродажей, наверное, идет речь, да. Конечно, имеет смысл, если нет возможности. Заниматься нужно тем, что хорошо получается, тем, на чем вы хорошо зарабатываете. И если у вас получается хорошо организовывать место продажи и перепродавать, ну, продавать, да, то перепродавайте. А для удовольствия там по ночам плетите одно изделие в месяц, просто для того, чтобы продолжать это делать, да, и получать удовольствие. Если у вас получается хорошо создавать, но вы не умеете выстраивать бизнес-процессы, вы должны отдавать кому-то на реализацию, тому, у кого получается хорошо перепродавать. Не нужно всем гнаться за тем, чтобы и продавать, и... Ой, у меня шерсть какая-то на браслете пышачья так много. Не нужно... Не все должны создавать, производить и продавать. Вот, вообще не все. Сейчас выкину хрень какую-то. Юлия, индустрия моды, создание бренда одежды как направление бизнеса. Вопроса не вижу. Юлия, если в первый месяц продаж не оправдывается аренда, стоит продолжать? Продажа рос в Колбе. Ну, это вообще такой, знаете, спрос. По-моему, он работает только под праздники. И вообще нужно... Если вы говорите про лето, то летом был большой отток из торговиков, из всех. Летом был большой отток. На осень люди возвращаются. Поэтому, возможно, вы делаете поспешные выводы. Я бы на вашем месте сходила в администрацию вашего ТЦ. Узнала бы про трафик. Про трафик в этот период, когда вам недостаточно денег на выплату аренды. И про трафик в период, вот сейчас начнется сезон, когда люди будут возвращаться в торговики. И про планируемый, запланированный трафик. Коэффициентно высчитайте коэффициент. И в процентном соотношении перенесите на ваши месяца. Таким образом, вы посчитаете, имеет ли смысл там оставаться. Потому что речь идет про импульсную покупку. Вы там вряд ли что-то улучшите. Вряд ли. То есть вы можете продавать только на трафике. Ваша продажа, то есть трафик равно продаже. Ну, равно не продаже, в смысле там 200 человек прошло, значит 200 человек купило. Если из 1000 людей у вас одна продажа, а ожидается в торговом центре 8000 людей, ну, можно предположить, что из 8000 будет 8 продаж. У вас такой вид спроса. И это продукт, на котором тоже невозможно постоянно стабильно делать какие-то прибыли существенные. Это продукт, на котором можно заработать там один раз, два раза под сезон какой-то. Почему художникам сложнее, чем другим нишам? Пару раз слышала, читала от вас эту фразу. Опять же, здесь речь про спрос. И художникам почему сложнее? Потому что очень трудно обосновать, почему она столько стоит, эта картина. Потому что если вы еще там не Пикассо какой-то, или не знаю кто, то вам очень сложно обосновать стоимость. А вы хотите работать там вряд ли за полторы тысячи. Почему так дорого? Трудно обосновать. Я тебе еще не знаю, про тебя нигде ничего не говорят, почему так дорого. Ты не можешь сказать, что краски дорого стоят, да? Или мое время дорого стоит. Если твое время дорого стоит, значит тебя знают. А если тебя не знают, значит твое время дешево стоит. А продавать вы хотите, потому что вы продаете несколько этих произведений в месяц. Вот я говорю про это сложно, что сложная бизнес-модель. Здесь нет бизнеса. У художников либо ты становишься потоковым художником, ты работаешь на поточку, да? Такой делаешь масс-маркет. И там делаешь одну-две, там, я не знаю, там, единицы для того, чтобы они были там вау какие-то. Я не знаю, просто чем вы занимаетесь. Вот. Но художники же не хотят так работать. Художники хотят заниматься творчеством, и чтобы им платили. А чтобы им платили... Вот у художников, скорее всего, речь про этот личный бренд и идет. Только личный бренд не про тот, про который говорят там везде, да? Там, мелькай, пиши статьи, а про другое. Вот, ну, про другое. Так, где задание? Какие задания? Не поняла. Юля, нестандартный вопрос. Впервые на вашем эфире. Интересная история вашего развития. Где-то можно почитать? Надеюсь, не обидела. Вообще не обидели. Читайте. По-моему, в хайлайтс, там, по-моему, кто я. Я там что-то частично выкладываю. Те, кто со мной долго, уже знают, как я развивалась. К чему я пришла, к чему я еще все не пришла. Потому что я еще все не пришла, я еще все иду. Вообще никак не обидно. Ни одного факта о своей жизни не скрываю там. Кроме некоторых. Кроме некоторых, о которых я не готова говорить. Как лучше продавать астрологические консультации? Как инфопродукт. Точно так же, как по аналогии с инфопродуктом. Это не консультации, это инфа. Это не услуга. Как продвигать домашние торты в инсте? Стоит ли делать отдельные страницы для свадебных детских тортов? Нет, не стоит. Художники и фотографы. Смежные темы и стратегии развития? Нет, абсолютно разные. За 38 лет у вас очень много жопы. Да. Жизненных историй. У меня очень много жизненных историй. И я, когда знакомлюсь с людьми, мы долго знакомимся, общаемся, естественно. И когда я начинаю рассказывать, вот долго общаемся, общаемся и рассказываю. И мне иногда, тоже мои же, да, близкие мои уже друзья, близкие люди говорят, ты пиздишь? Я говорю, нет, не пиздю, в моей жизни правда столько всего было. И на днях, когда мы детям покупали цветы, мы с владелицей салона болтали, сидели, а дети залезли там в холодильник и собирали себе букеты. Она, ну, увлекается в нумерологии. И вот она там что-то меня посчитала, и она говорит, что у таких, как ты, трудная ноша, ну, вот что-то такое, да. И я говорю, бля, как ты права, как ты права, у меня столько всякого было. Но я не могу сказать, что было много плохого. Вот мне кажется, что как-то, ну, всегда есть какой-то баланс плохое-хорошее, плохое-хорошее, да. У меня было, да, много плохого. То есть я много пережила того, что они переживали. Другие вообще никогда даже не подозревают о том, что такое можно, да, что такое бывало. И, соответственно, я и переживала очень много классного вот этого. То есть, ну, постоянно какой-то баланс, он существует, вот, ну, без этого никак. Да, за 38 лет, правда, много всего. Книгу можно писать. Расскажите, с чего вы начинали? С чего я начинала? Я уже говорила, с книготорговли. Я, я, я торгаш. Я торгаш, да, как-то, можно там назвать, спикуль. Начинала я с этого. Это единственное, что я могла, единственное, что я умела. У меня не было никакой великой идеи подарить миру добро. У меня была идея заработать денег, потому что, ну, потому что было трудно. Как продвигать инфопродукты, как продавать? Инфопродукты... Инфопродукты продвигаются и продаются по таким алгоритмам, которые не работают ни в одном из других видов бизнеса. И на сегодняшний день я даже, опять же говорю, в прибыльном бизнесе, да, есть у меня еще 4 минуты, я в курсе прибыльный бизнес выделила отдельное направление инфобизнес, потому что очень мало пересечений. Очень мало пересечений нужно. Это отдельное, это отдельный вид, да, там крупный раздел производства, крупный раздел производства. Там сегментирование аудитории, там надо прорабатывать очень глубоко маркетинг. Учитывая, что на сегодняшний день инфобизнеса очень много, да, и учитывая, что спрос огромный, это тренд. На сегодняшний день люди хотят учиться, и это круто, это неплохо. Вот. Нужно выделить свою аудиторию, аудиторию, которая будет покупать, которая будет готова идти в ваши инфопродукты. Это как продвигать, как я вам могу рассказать? Мы 6 недель над этим работаем. Мы в курсе работаем над этим 6 недель, и есть тариф, на котором я ежедневно работаю с людьми. Вот ежедневно, мы ежедневно, я даю задания, мы делаем, снимаем статистику, даю задания, делаем, снимаем статистику. Это бесконечный процесс, и не могу ответить даже в посте, и даже в одном прямом эфире, что последовательно, я не могу сказать. Потому что еще зависит от того, что, какое именно, какое направление выбрано. Потому что инфобизнес, это, знаете, как сказать, строительство. Но строительство бывает завода-парохода, бывает строительство, там будку для собаки строят. Вот точно так же инфобизнес. Это общее направление, и внутри инфобизнеса есть нишевание. И вот там уже мы работаем с этим. Где искать работу МП после вашей школы? Я постоянно даю вакансии, постоянно скидываю вакансии в наш чат. Вязаные шапки, стоит ли совмещать взрослые и детские модели в одном аккаунте? Стоит. Юля, ваша открытость очень трогает. Спасибо. Прекрасно выглядите в 38, очень сдержанная, аристократичная леди. Ничего, что я матерюсь как бы очень сильно. Вот насчет леди, я бы, знаете, помолчала насчет леди, с меня так себе леди, если честно. Матерюсь. И ничего я не сдержана. Я вас обожаю. Спасибо взаимно. Когда кто-то ржал, наверное, вот над этим комментом. Когда можно начинать бизнес, если никогда этого не делали, в 35 уже поздно. Я поставила сториз, я на ролики встала в 38, как считаете, в 38, в 33 я встала на ролики. Впервые в жизни. Да, и на сегодняшний день я катаюсь очень круто. Да, я не просто катаюсь прямо, да, я умею людей объехать, а я умею крутить винты. Я владею слау... С ла-ла-ла-ла-ла-ла. С ла-ла-ла-ла-ла-лам. С ла-ла-ла-ла-лам. Я поздно-поздно, да, я встала. У каждого свое, рано и свое поздно. Если вы считаете, что вам поздно, то вам поздно. Если вы считаете норм, то вам норм. И у меня мама в бизнес зашла, ну, правда, вынуждена, в 55 лет. На сегодняшний день все классно у нее. Ну, я ее туда завела, скажем. Естественно, без меня она бы туда не зашла. Как продвигать услуги психолога как услугу или продвигать аккаунт? Эх, никому наши аккаунты нахрен не нужны. Как бы вы не продвигали ваш аккаунт, он нахрен никому не нужен, если там непонятно, про что он. Вот так нельзя разделять. Это неправильная формулировка вопроса, поэтому я, к сожалению, не могу ответить. Как услугу психолога продавать нельзя, потому что психолог – это не услуга. Это тот же инфобизнес, консультация психолога. Это не услуга. И продвигать как аккаунт тоже нельзя. Но это неправильно. Это не будет работать от слова вообще никогда. Психологические консультации продвигаются точно так же, как инфобизнес, как мои курсы. Смотрите, как я это делаю. Просто слизывайте за мной, повторяйте. Будет вам счастье. Потому что я в этом уже сожрала всех собак на районе. Юля, добрый день. Подскажите, пожалуйста, для кардигана длинного и короткого вязаного джемпера ориентироваться на разную аудиторию? Нет, это одна и та же аудитория. Кладка асфальта и сам асфальт. Как продавать? Какая реклама? Не в Инстаграме точно. И никакая реклама вам не поможет. Кладка асфальта. У вас аудитория не B2C, а B2B и B2G. И B2B и B2G работают в вашем случае не через рекламу, а через исходящий трафик и КП. Абсолютно другая модель. И про это мы тоже на прибыльном бизнесе это отрабатываем. Как развивать инсту, танцевальную школу, где можно поучиться этому? Приходите ко мне на марафон обнаженный инстабизнес. Он начинается у нас, по-моему, 15 октября. Мы начинаем. Я его дополнила, усилила. И на сегодняшний день, вчера у меня была, заканчиваю. Вчера у меня была консультация в рамках ПБ с СММщиком. Очень сильный СММщик. Я прям поразилась, что такие люди, у них что-то не получается, да, они приходят. И она сказала, она выпускница одной из самых крутых школ, я знаю, каких не будем называть имен. Она говорит, знаешь, я понимаю, что пройдя обнаженный инстабизнес, говорит, я полностью пересмотрела стратегию своих клиентов, полностью все переделала, и у людей есть результат. А та школа, которую я прошла, да, заплатив там огромные деньги, школа стоит очень дорого на сегодняшний день, она не дает абсолютно ничего. Ну, то есть она дает какие-то общие понятия, которые разлиты во всем интернете на сегодняшний день. Понятие, как выстроить продажу, нет, ну, это правда, это отдельная наука, это отдельные продажи, это технологии и техники, отдельные другие, которые не даются там из потолка, это уже отработанные инструменты. Мат вам идет. Юлия, мат из ваших уст звучит идеально. От моего деда, да, дед. Чем занимается ваша мама? Детская одежда, детская одежда и детская обувь. Как продавать художнику картины вообще? Блин, очень сложно, очень сложно продавать художнику картины через... Я бы вообще отдавала кому-то, я не знаю, в какие-то там арт-галереи, где уже есть те люди, которые идут покупать картину. Вот я бы продавала так. Что вы считаете про личный бренд, бренд в парикмахерском искусстве? Ничего не считаю, зависит от вашей цели. Если вы хотите стать самым классным мастером, вам этим нужно заниматься. Но это не про заработок. Вначале вы должны заработать, чтобы вложить. Личный бренд не дается бесплатно. И он не дается там за 300 тысяч в месяц. Личный бренд, вообще прокачка бренда стоит от 50 тысяч долларов в месяц. Все, что дешевле, это все хуйня и пиздеж. Это не личный бренд. Все, что дешевле, это не то, на что стоит тратить время. Готовы вложить 3 миллиона в месяц вперед? Вот там будет личный бренд. Я думаю, что в течение года инвестиции начнут возвращаться. Но все остальное это херня. Ты эталон, бизнес-леди. Спасибо. Юля, что вы думаете про гивы? Стоит ли в них участвовать? Не всем. Повторяйте за Юлей. Ну, попробуйте, типа, так легко сливать. Слезать. Сколько дней длится марафон? 23 дня. Где посмотреть инфу о марафоне? У меня в ссылке, в шапке аккаунта. Он у нас дорогой. У меня нет дешевых продуктов и не будет. Я делаю дешевые продукты для тех, кто у меня прошел обучение. У нас будет вебинар по делегированию. В конце сентября я запланировала. Но его смогут пройти только те, кто уже проходил обучение. И многие вебинары, маленькие программы я готовлю только для тех, кто прошел дешевенькие такие, по 3 тысячи, по 3,5 тысячи. А вот для тех, кто уже прошел обучение. Для тех, кто не проходил обучение, нет смысла. Потому что дело не в том, что язык сложный, а мы говорим на разных языках. Люди приходят, не понимают, о чем я ввела общий вебинар по просчету ниши. И многие люди так и не поняли вообще, про что я говорила. А те, кто со мной учился, те, кто у меня был, взяли и внедрили. Вот поэтому я больше на холодную аудиторию материалы давать не буду. Надо долго, чтобы понять вообще, что такое бизнес. Бизнес это не про то, как сделать рекламу. Ну, я уже говорила, да, не начинаем. Какую инфу можно выкладывать в сторис, если в уф-услуги? Что относится к вашим уф-услугам? Никаких блинов, никаких... В контексте ваши услуги. Все в контексте вашей услуги и в поле интересов вашей аудитории. Все остальное лишнее. Все остальное будет раздражать и рассеивать внимание. Люди не будут понимать, кто вы. Позиционирование и отстройка в бух-услугах крайне важна. Позиционирование и отстройка от конкурентов. И это не про личный бренд. Вам не нужен личный бренд. Бухгалтеру не нужен личный бренд. Здравствуйте, Юля. Здравствуйте, Анна. Где можно посмотреть всю линейку ваших продуктов? У меня продуктов два. У меня продуктов два всего. У меня нет. У меня линейка выстраивается потом, дальше. У меня и по-другому работаю. Отследить всю линейку прям продуктов. У меня их два. По бизнесу в Инстаграм и про бизнесу в других масштабах. Все, других нет. Благодарю за ответ. Да, все. Я пошла. Спасибо. Было классно. 224 человека в обеденное время. Так же, как в субботу, утром. Хорошо. Вот. То есть в первое половине дня хорошо выходите в эфир. Особенно, когда ты... Когда есть время поговорить. С чего начать продвигаться фотографу, чтобы выделиться на рынке? Вам надо не выделяться. Вас не будут искать по выделениям каким-то. Вас фотографов ищут по другому принципу. Определитесь, кто ваша аудитория. И вам не нужно выделяться. Вам нужно дать решение, задач и дать возможность вашей аудитории. Выделяться не нужно. Забудьте, что всем нужно выделяться. Вот эта вот херня, что фотографы выбирают того, кто выделяется. Нет. Фотографы выбирают того, кто попадает по критерию цена-качество. Все. Выделение у тебя. Или у тебя нет выделений. Какие они эти выделения? Это ваши интимные подробности. Это факт вашей биографии. Это вы что-то делаете для себя, а не для аудитории. А для того, чтобы тебя покупали, тебе нужно делать для аудитории. Аудитория исключительно в рамках интересов и критериев ценностных ориентиров твоей аудитории. Все. Все остальное вообще херня. УТП. Забудьте вы про это УТП. Да не надо нам УТП. Мне УТП не нужен. Мне УТП-маркетологу нахер не нужен. Вам тем более. Про цена-качество это всего касается. На рынке B2C. Да. Таргетолог модно. Можно на инстамарафон. Да, конечно. Если вы работаете в инстаграме, ваш бизнес строится в инстаграме, вы привлекаете клиентов в инстаграме, всем можно на инстамарафон. И интересно, он у меня не инстамарафон называется, а обнаженный инстамарафон. Не путайте. Уже марафона нет. Марафона больше не будет. Будет интенсив. Можно всем. Ко мне даже приходят мои конкуренты, продажники. Приходят инфобизнесы. Абсолютно со всеми работаю. Не считаю, что у меня можно украсть какую-то мою информацию, если человек берет и несет дальше мою информацию, а люди так делают. Это круто. Люди выстраивают бизнес со своим клиентом. Люди себе выстраивают бизнес. Люди обучают, несут вот эту мою философию, что главное цифры и бабки, а не лайки и комментарии красивенько. Я кайфую от этого, что люди становятся другими. Инстаграм меняется. Возможно, благодаря мне в том числе. Моделиру работающему на заказ, как правильно себя позиционировать. Правильного и неправильного позиционирования нет. Есть позиционирование, которое работает на привлечение и удержание вашей целевки, а есть позиционирование, которое размывает вас, и вы работаете для другой аудитории. Все, я пошла, потому что меня, бухгалтер удаленный, это реально-реально. Меня не пустят. А мне очень надо, мне очень надо с людьми поработать. Все, пока.